Икона Пантелеймона-целителя написана афонскими монахами еще в 18 веке. Весит она больше 10 килограмм. Неудивительно, сам образ святого на деревянной доске. Сверху икона украшена медным окладом и благородными камнями. Но ценится она отнюдь не за красоту, а свою чудодейственность. Целителю Пантелеймона обычно обращаются об исцелении душевных, духовных, телесных недугах. И Матронушка тоже помогает нам во всех житейских наших житейских. И в нуждах, и в семейном благополучии, в торговых делах, и тоже в душевном, телесном, духовном нашем исцелении. Пантелеймон при жизни безвозмездно лечил всех, обращавшихся к нему именем Иисуса Христа. Молва о целителе быстро распространилась. Врачи от зависти доложили о нем императору. В итоге святого долго мучили и в конце концов казнили. Из ран мученика потекло молоко. После увиденного многие уверовали во Христа. Рядом с древнейшей иконой Пантелеймона поставили образ святой Матроны Московской и ковчег с ее мощами. Прихожане храма Воскресения Христова не только молились, но и с восхищением разглядывали религиозные реликвии. Я просила, чтобы все было хорошо. На самом деле я не просила, я благодарила. У меня сейчас все очень хорошо складывается. Уже завтра эти иконы будут находиться в храме села Большое Афанасово. Пробудут они там все выходные. А уже на следующей неделе они отправятся в церковь поселка Красный Ключ. Айгу Липлонская, Максим Липин. Новости НТР. Новости НТР. Продолжение следует...